Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. Говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена и во что, что самое главное. Вот в этом видео мы говорили по поводу того, что такое богатство семьи, какова доходность, надежность, ликвидность у нас финансово-интеллектуального человеческого капитала. Большое количество отзывов и откликов получили по итогам данного видео, поэтому мы продолжаем. Сегодня хотелось бы поговорить про эффективную коммуникацию, то есть что такое эффективная коммуникация, взаимоотношения. В данном же видео мы говорили, сколько времени мы тратим на то, чтобы наладить коммуникацию. И самое главное, почему-то получается, что как-то коммуникация не налаживается. И есть очень много школ по поводу того, как наладить коммуникацию, какие бывают типы личности, сколько взаимодействовать. Но то, о чем и в каком направлении иду лично я, есть такая модель, которая называется Process Communication Model. Это относительно новая модель, которая, чем мне лично она нравится. Во-первых, чтобы ее освоить, вот два дня требуется. То есть тренинг идет два дня. Захотите, узнайте больше. Захотите, мы расскажем о том, как у нас есть возможность принять участие в данном тренинге. Оставляйте тогда комментарии по итогам видео. Итак, в чем заключается суть? То есть чем мне нравится эта модель? Я в свое время проходил очень много типов личности. Это нужно было для того, чтобы быть эффективным продавцом. Потому что продавец это человек, который коммуницирует с человеком, который должен выявить потребности, предложить решения на основе того продукта, который есть у компании. И как я говорил, что в тройке диалог очень много времени и средств вкладывались в тренинги для персонала, чтобы как раз таки понимать, какой человек, как он мыслит, о чем он думает, что для него ценно, каким языком с ним непосредственно общаться. И всегда все эти тренинги, они почему-то проходили в неком таком ключе, что человек может быть оттипирован по диску, может быть оттипирован по векторному психоанализу. Отдельно это я уже проходил, может быть оттипирован по соционике. И тебе говорят, вот ты такой, ты холерик, ты сангвиник. Другая тема приходит и говорит, нет, ничего подобного, ты там ди, ты си, ты ха, то есть по диску, если идет типирование. И получается, что идет некая такая зажатость, связанная с тем, что вот ты такой и все. Хотя та же самая концепция богатства семьи говорит о том, что все развивается в этом мире. У нас появляется новый опыт, мы переживаем определенные эмоции. Эмоции меняются, люди меняются, то есть происходят какие-то мощные эмоциональные всплески событий в жизни. Человека увольняют, человек попадает в аварию, то есть он не может оставаться одинаковым с юношества до зрелого возраста или до старости. И поэтому то, о чем говорит PCM, он говорит о том, что на самом деле в человеке присутствуют все шесть типов личности. То есть в нас присутствуют шесть типов личности. Просто какой-то тип личности развит очень широко, а какой-то тип личности развит не очень широко. И можно представить человека как некий такой дом с шестью дверями. И какая-то дверь открыта нараспашку, ею постоянно пользуетесь. Вот представляете, главный вход, вот вы открываете, закрываете, открываете, закрываете. И постоянно работает. И когда человек приходит к вам через эту дверь, в вашу структуру личности заходит дверь, которая нараспашку, он для вас родной человек. Замечали ли вы вас, с кем ты общаешься, и ты уже через 5-10 минут ощущаешь, что ты знал этого человека уже достаточно давно. У вас единые ценности, вы друг друга понимаете. Даже договаривать не нужно. То есть получается вот некая такая братская душа по братим. А бывает наоборот, что ты знаком с человеком там только 3-5 минут, ты вообще в принципе с ним времени не проводил. Но у тебя прям отторжение идет. То ли он тебе каким-то задумчивым кажется, да, то ли он в своей речи использует большое количество фактов, цифр, аргументации, исследователей, сосноски на конкретные исследования, да, а тебе как-то все это вообще не алло. Или наоборот, вы видите человека, который вот только дай пообниматься, бесит, вот просто разгрожает, да, заходит человек и начинает со всеми обниматься. И в том числе с вами. А вам некомфортно, вы не пускаете в свою зону. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что скорее всего вот этот вот тип личности, который хочет пообниматься душевной, да, у вас где-то высоко. То есть у вас не открыт на полную катушку, не открыт на 100%, поэтому вам коммуницировать с такими людьми сложно. Почему это важно в современных условиях? Потому что по исследованиям 90-95% проблем в любом бизнесе, в семейных отношениях, в отношениях с детьми. Проблемы вызваны тем, что люди не могут коммуницировать эффективно. Так вот, какие типы личности существуют? И здесь нужно понимать, существует всего шесть типов личности. Открываюсь вообще по полной, да, что называется. Это моя структура личности, структура личности Максима Петрова, которая, в принципе, сразу у человека от рождения присутствует. Вот в моей структуре личности, лично в моей структуре личности, это выглядит следующим образом. Базовый этаж, моя дверь открытая на 100%, на распашку, это дверь деятеля. То есть человек, который воспринимает этот мир через действия. Как понять, деятель перед вами находится или нет? Вы можете просто элементарно просмотреть все мои видео и увидите, что в моих видео очень много глаголов. То есть есть такие люди, которые вот вы начинаете его слушать. То есть слушать надо не смысловую нагрузку, что говорит человек, а слушать нужно таким большим ухом, да, то есть как в мультике большое ухо, да. Вы открываете большое ухо и слушаете, как говорит человек, то есть что он произносит. Если это действия, сплошные действия, пошли, сделали, пришел, увидел, наследил. Разбросана обувь, сын, иди сюда, убери обувь, если не уберешь, не пойдем на речку, да, классический посыл деятеля. Иди, убери и манипуляция, а если не сделаешь, то получишь наказание. То есть вот поведение деятеля, каким образом бывает. Напишите в комментариях, есть ли люди в вашей жизни, которые как раз-таки вот сплошные глаголы, пришел, увидел, наследил. Сплошные действия, 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 да. И оцените себя самостоятельно, насколько вам комфортно слушать такого человека. Поэтому это вот моя структура личности, таким образом она представлена. Следующим этажом в моей структуре личности, дверь, которая тоже открыта нараспашку, но в меньшей степени, это упорный. Человек, который говорит мнение и запрашивает мнение. Опять же, если вы послушаете то, о чем я говорю, и самое главное, как я это говорю. Ты что такое говоришь? Не важно, что я говорю, важно, как я это говорю. Начинаю. Очень много фраз. Мне кажется, и я считаю, по моему мнению, не кажется ли вам, напишите свой комментарий, оставьте собственное мнение по существу данного вопроса. То есть оперируем непосредственно мнениями. Мнение дает, мнение запрашивает. Это вот человек, тип личности человека, да, упорный, который оперирует мнениями. Упорного очень легко распознать, он часто бывает обвинителем таким. То есть это, знаете, это такой, как правило, учитель грозный. Вот я же говорил, что нужно поступать таким образом, если бы вы меня послушали. То есть вот некий такой обвинитель, у него, когда он в стрессе упорный, мы отдельно еще про стресс поговорим. Житейская ситуация упорного у него всегда мнение. То есть, как это, я считаю, по моему мнению, упорный, как правило, это человек, который хочет изменить мир. Человек, который хочет создать благотворительный фонд, занимается благотворительностью, да. То есть вот у упорного, у него именно такая история связанная, то есть, во-первых, а, изменить мир, б, это, соответственно, мнение. Он запрашивает мнение, он оперирует мнением. И поэтому получается, что, когда даже не слушает упорного, то в этом случае он очень сильно раздражается. Пример, опять-таки, можно привести с моим папой. Когда мы разговариваем по телефону, он, соответственно, спрашивает какое-либо мнение. При этом, когда я начинаю высказывать свое собственное мнение, оно ему и неинтересно. Мало того, когда я начинаю его мнение подвергать сомнению, он очень сильно раздражается, он начинает впадать в стресс и пытается закрыть коммуникацию. То есть здесь, получается, разрывается коммуникация. Если вы не признаете мнение упорного, то в этом случае вы получаете очень большое такое маску нападающего, да. То есть он постоянно грозит, он нападает, он атакует, он должен быть совершенным для меня. Примеры собственной жизни, когда работаем с клиентами. Клиенты, кто смотрит, привет, может быть, узнаете себя. Для разрешения конфликта. То есть проводим вебинар для участников нашего клуба. И по итогам данного вебинара получаем вот такой вот лангрид, какие мы несовершенные. Это не так, это не ся, кто не сё. Пятое, десятое. И человек, кто вместе со мной проводил данный вебинар, у которого мы сейчас поговорим, очень много энергии и логика. Он говорит, я сейчас пойду, я сейчас ему лично позвоню, всё расскажу, всё объясню. Приведу факты, мы не такие плохие, мы на самом деле хорошие, мы хотели ему же сделать лучше. Я говорю, Никит, ты потратишь время. Просто потратишь время, потому что человеку неважно, правильно сделано или неправильно. Он уже находится в стрессе, он уже выкатил нам лангрид, какие мы несовершенные. И даже сказал нам, на самом деле, что мы должны сделать, чтобы мы были совершенными. Единственное, что нужно сделать этому человеку, признать его мнение. Сказать, что нам это очень ценно, и нам это очень важно, и мы изменимся. Спасибо вам за это. Конфликт исчерпан был одним абзацем, который был просто ответ человеку, что мы услышали мнение, что мы его признали. Конфликта нет. Он испарился. Хотя, если не обладать данными знаниями, нагружается команда, нагружается техническая поддержка, соответственно, один человек пытается объяснить, почему мы на самом деле не такие плохие, как вы тут написали. Пытается это донести. Человеку это не нужно. Но человеку нужно высказать собственное мнение. Вот. Все. Насколько это эффективно? Насколько ты повышаешь в этом случае лояльность бизнеса? Круто? Круто. Поэтому вот есть следующий тип личности. Это упорный, который оперирует мнением, который, впадая в стресс, соответственно, у него включается маска обвинителя. И чтобы его из этого стресса вытащить, выдернуть, то есть, если вы видите, что в вашем окружении есть человек, который высказывает свое мнение, начинает на вас наезжать, проявляет симптомы стресса, удовлетворите его психологическую потребность. Просто скажите, окей, парень, здорово, классно, круто, я услышал твое мнение, мы поменяемся. И увидите, как это очень быстро конфликт разрешается. Следующий тип личности, следующий этаж у меня, это непосредственно бунтарь. Бунтарь это человек, которому важна реакция. То есть, может быть, вы видели таких людей, они не могут сидеть на месте. У него идет постоянная реакция, причем ему без разницы, какая реакция. Реакция может быть положительная, реакция может быть отрицательная. Человек, который не сидит на месте. То есть, если происходит совещание, это человек будет или крутить ручку, или он будет двигаться, он не будет сидеть на месте, он будет пытаться куда-то сползти под стол. То есть, он будет делать вот так вот. То есть, ну, эти люди, как правильно, очень-таки эксцентричные. Они могут покрасить волосы, серьгу там в нос вставить или в пупок, да. Это будет татушка какая-то, да, которая не видна, спрятана она где-то будет. То есть, у него постоянно идет вот эта вот реакция. Это некий такой, его можно представить, как мячик-пинг-понг. И ему постоянно вот эта вот реакция нужна. Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. То есть, если он этого не получает, он начинает впадать в стресс. Он начинает бухтеть, бурчать, да, он начинает выносить мозги. И поэтому получается, что такая структура личности есть, и у кого-то эта дверь может быть открыта нараспашку. И вот весь вот такой логичный компьютер, цифры, факты или мнение, или действие. И врывается вот это вот что-то такое, которое постоянно крутится, общается, да, и тупо бесит, тупо раздражает. Опять рвется коммуникация, то есть, некомфортно. И вы считаете, что какой-то придурок. Ну, если, допустим, у вас этой энергии мало. Но это не придурок. Это человек, у которого просто такая прошивка, и он такой. И здесь уже в вашем ведении заключается, что вы дальше с этими знаниями делаете. Вы можете сказать, идиот, и не коммуницировать. Но, как правило, этот человек очень креативный. С ним очень много чего можно получить. Он может много накреативить. Он может очень серьезно развить. Как правило, у него тоже большое количество друзей. Оттопырится. Это человек, который говорит метафорами. Оттопырится. Кайф. Рванули. Погнали. То есть, это человек вот именно такой реакции. В вашем окружении тоже может быть такой человек. Вы сами можете быть таким человеком. Напишите опять-таки в комментариях. Встречаете вы такого человека или нет. Бунтарями могут быть дети. Бунтарями могут быть родители. И поэтому получается, что в этом случае, если вы понимаете, что человек вот такой вот, вы с ним и коммуницируете на таком канале. Потому что, если вы будете с таким человеком говорить строго, дисциплинированно, фактами, бунтарь скажет зануда, скучный, не хочу, не буду. И поэтому, получается, коммуникации не будет. И чем больше вы будете настаивать на своем понятном для вас канале общения, канале коммуникации, тем больше бунтарь будет впадать в стресс. Даже в межличностных семейных отношениях, чем больше вот это вот будет, стресс будет усиливаться, 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 усиливаться до того, что в конечном счете происходит разрыв отношений. Полный разрыв отношений, потому что происходит нарушение коммуникации, потому что не происходит удовлетворения психологических потребностей. Следующий тип личности и следующий этаж моей структуры личности – это логик. Это человек, который воспринимает этот мир на языке фактов. То есть это цифры, факты, исследования. У логиков, как правило, очень много часов в квартире. Такой функциональный, достаточный дизайн, который компьютером является. То есть который сидит прямо, он не позволяет себе лишних эмоций. Он из компьютера запрашивает информацию, из компьютера принимает. То есть для бунтаря это зануты. То есть это люди, которые оперируют цифрами. Это если вы с ним будете общаться, консультироваться. То есть человек, который принесет вам вот такую вот стопку таблиц Excel. В котором все посчитано, выверено, сделано. Это очень ответственные люди. Это люди, которые делают очень хороший бэкап. Если мы говорим про эффективную работу и построение команды. Да, он не зажжет людей. Он не будет таким харизматичным лидером, который ведет за собой. Скорее всего это будет из упорного или из деятеля. Но на уровне поддержки, бэкапа, да, у вас возникает вопрос. В бэк-офис кого посадить? В бухгалтерию кого посадить? Если вы на бухгалтерскую должность посадите там деятеля или бунтаря, ну это будет полный трэш. Если вы туда сажаете логикой, это будет the best. С позиции премирования вы можете выписывать. Вот у меня база деятель, да. Для меня самая лучшая премия всегда были деньги. Это честно, ребята. Я это честно признаю. Не надо мне таблицу, что я первый по продажам. Не надо мне никаких подарков. Не надо мне никаких почетных грамот. Все это разговору в пользу бедных, да. Заплатите мне больше, чем было согласовано. Я буду удовлетворен. С логиком такого не прокатит. Логик не против денег будет. Но при этом он еще придет и скажет, а чем я хороший? А где конкретно я был профессиональный? За что конкретно ты хочешь меня похвалить? Именно для логиков важно. Экзистенциальный вопрос у них звучит, как профессионален ли я. Если вы приходите к кому-нибудь в кабинет и сзади доска почета, грамоты, обучение, сертификаты, образование, какие курсы были пройдены, переподготовки кадров, да. Это все признаки логика. Это? Да не волнуйся, они в интернет-магазине по 2 бакса стоят. Я куплю еще один. Он требует фактов. И когда вы приходите без фактов, когда вы приходите поговорить за жизнь, когда вы приходите, начинаете ему действия какие-то рассказывать, которые нужно предпринять, он не понимает. Прежде чем сделать какие-то действия, он скажет, какие действия, почему эти действия, где исследования, что эти действия приведут, какие результаты мы ждем, какой анализ, какие сроки, какое. И получается, у вас может руководитель быть логик, а у вас при этом может быть, я не знаю, упорный. Вы тут про мнение свое, как тут все изменить, чтобы было эффективно работать. А он постоянно приземляет. Цифры, факты, что и как. И если вы не перейдете на его канал коммуникации, будет разрываться, будет конфронтация. Потому что нет понимания, что и как работать. Следующий тип личности и этаж, соответственно, у меня, это душевный. Душевные люди, которые воспринимают этот мир через призму эмоций, через призму чувств. И опять же, можете сейчас поставить на паузу и подумать, наверняка в вашем окружении есть люди, которые вот они чувствуют. Они чувствуют, они такие замедленные, они любят обниматься. Они часто касаются сами себя. Девушки могут касаться волос, постоянно подправлять, крутить. Они могут за руки хвататься. Это люди, у которых экзистенциальный вопрос, любим ли я, любим ли я. Это люди эмоций, которые очень сильно проваливаются в эмоции. Которым очень важно поговорить, которым очень важно тактильные ощущения, которым очень важно обнимашки. И здесь получается, что часто бывает такое. Женщина душевная, мужчина логик. И каким образом происходит коммуникация? Женщина. Я себя плохо чувствую. Логик. Что случилось? Голова болит. Логик. Где болит? Как болит? Когда заболела? Что делала? Ну, часов в 2-3 заболела. Ты скажи точно, там, в 2.30 или в 2.35. То есть, и что получается? Женщина с запросом экзистенциальным, любим ли я, ей нужна просто забота. Ей нужно, чтобы подошли, обняли, погладили по голове, окружили заботой, да, посидели, поговорили ни о чем. За чашечкой чая с печенюшками. Логик не может себе этого позволить. Он воспринимает мир через призму фактов, да. Что произошло, когда произошло, когда началась боль, что уже было предпринято, что нужно предпринять, позвонить, вызвать скорую, съездить в аптеку. То есть, ну, съездить, это больше к деятелю, да. То есть, Логик начнет выяснять, что произошло, когда произошло, какие симптомы. А когда он выявит эти симптомы, он может даже не позвонить врачу, он полезет в интернет, в интернете по симптомам будет пытаться поставить диагноз, что произошло. И поэтому получается, что разорванная коммуникация. А нужно всего лишь там несколько действий сделать, да, для того, чтобы удовлетворить психологическую потребность человека душевную. Ну, и последний этаж, последняя структура личности – это мечтатель. Это, если деятель – это действия, реальные действия, то мечтатель – это воображаемые действия. То есть, у него все происходит в голове. Человек может казаться немножко заторможенным, да. Человек живет в своей реальности. И кто-то может сказать, что мечтатель, ну, мечтатель, там, с ним кашу не сваришь. Ты что, идиот? Нет, сыр, я мечтатель. При этом мечтатель, если мы говорим про команду, самые крутые креативщики. Изобрести что-то новое, создать что-то новое – очень развитое воображение. Человек, он живет в воображаемых действиях. У меня двоюродная сестра находится в фазе мечтатель. С ее слов, да, когда она проходила тренинг, говорит, блин, ну так и есть на самом деле. Еду на машине, машина говорит, вам нужно поехать на ТО. То есть, я в голове уже позвонила, позвонила, уже договорилась со знакомым в дилерском центре, заказала ТО, записалась и даже сделала. В голове воображаемые действия уже свершились. И в конечном счете она опять себя обнаруживает на следующий день, на едущей той же самой машине, которая требует СНТО. Но при этом она очень креативная, она может придумывать какие-то определенные новые вещи. И поэтому получается, первое, что нужно понимать – все в нас есть. В каждом человеке присутствуют все шесть типов личности. Ничто не является хорошим, ничто не является плохим. То есть, мы все нормальные, мы все правильные. Одно простое понимание того факта, что мы все нормальные – просто мы общаемся на различных каналах коммуникации, мы общаемся в рамках различных стилей управления личностью. Мы используем разные каналы коммуникации. И распознавание этого позволяет очень существенно повысить эффективность коммуникации, сократить время на коммуникации, слышать друг друга и эффективно коммуницировать, достигая выдающихся результатов. PCM в России относительно недавно стала продвигаться, очень популярна за рубежом. Любую рекламу, если вы посмотрите с позиции PCM, западную рекламу, они умудряются в очень коротком послании зашифровать сообщение для всех типов личности. Для всех. Потому что она широкая. Реклама широкая. Непонятно, в кого попадешь. И поэтому важно в очень коротком сообщении дать такое, чтобы до каждого добилось. Собственный пример по поводу вебинаров. Ни для кого не секрет. Это одно из направлений бизнеса, которым я лично занимаюсь. Это проведение вебинаров. Есть в том числе продающие вебинары, где есть продажи. И это тоже, я думаю, нормально. Осознанные люди понимают, что все нормально. Так вот, прохождение двухдневного тренинга и коммуникации на всех каналах, коммуникации, чтобы попадать во все структуры личности, привели к тому, что конверсия из участника вебинара в заявку увеличилась в 2,5 раза. Почему это происходило? Вот опять-таки на слайде презентация. У меня деятеля много и упорного много. Деятелей всего в западном мире 5% населения. Упорных порядка 23%. То есть, что получалось? Получалось, что то, как общаюсь лично я, из 100 людей, которые присутствуют на вебинаре, я попадаю максимум в 28%. Максимум. Потому что у меня нет послания для бунтаря, у меня нет послания для логика, у меня нет послания для душевного, у меня нет послания для мечтателя. И часто казалось, допустим, душевным, что я такой сухарь. То есть, нет тепла какого-то, какая-то жесткость такая. И получается, я отталкиваю человека, потому что у меня нет этой мягкости, потому что я не говорю про семейные ценности, потому что я не говорю это мягкое, потому что я не погружаю вот в эту тактильную обстановку. И получается просто то, что у меня отсутствовали эти знания, люди на вебинар стоят, что называется, денег. То есть, есть понятие трафика. Я тут уж вообще все карты раскрываю. И при этом получается, что просто зная то, что ты можешь изменить свою речь и добавить туда вещи, которые зайдут для логика, которые зайдут для бунтарей, которые зайдут для душевных, позволяет на самом деле воздействовать не на 28% аудитории, а на 80-85% аудитории. И быть более эффективным от этого. Задумайтесь вот только лишь на таком простом примере, что вы на самом деле эффективны в своей коммуникации максимум на 20%. Только 20% людей реально слышат вас и будут тем братом, с которым вы будете считать, что вы говорите на одном языке. А 80% людей, это те, которые вас не понимают, которые вас не слышат, не понимают вашего канала коммуникации и просто происходит шипение в этой коммуникации, вы друг друга не слышите, не понимаете. И в итоге тратите кучу времени, сил, средств, денег для того, чтобы сделать хоть какой-то результат. Если резюмировать, как можно идентифицировать человека, я думаю, для вас это может быть хорошим тест-драйвом, для вас это может быть хорошим таким опытом в настоящий момент. Посмотрите, пожалуйста, на своих руководителей. Посмотрите на людей, от которых зависит ваше нахождение на работе, ваш рост по карьерной лестнице. Посмотрите, кто его высшим руководителем является. Ну, то есть, грубо говоря, через него. То есть, вот эта вертикальная лестница. И внешние проявления. То есть, кто это? Спокойный, задумчивый, с богатым воображением. Может быть такой, кто это? И понять, что он такой сопереживающий, чувственный, теплый. То есть, когда мы говорим про душевную энергию, когда мы говорим про тип личности душевной, посмотрите на своего супруга или на человека, который рядом с вам. Куда попадает? Посмотрите на себя самого, куда вы попадаете. Как вы коммуницируете? Как вы воспринимаете этот мир? Через призму каких фильтров восприятия происходит? То есть, через чувства вы говорите, кто в вашем окружении такой чувствительный. И попробуйте ради интереса найти такого человека, пересилить себя, подойти, его обнять и пригласить на чашечку кофе. Посмотрите на реакцию, что произойдет. Особенно, если у вас были какие-то сложности в коммуникации с таким человеком. Если человек логично мыслящий, ответственный и организованный, то попробуйте с этим человеком поговорить на языке фактов. Оцените, что это за человек. И посмотрите, как изменится его отношение к вам, если вы начнете говорить с ним на языке факт. Непосредственный, креативный, веселый, когда мы говорим про бунтарей, попробуйте пригласить его куда-нибудь оторваться. Оторваться, поакуражиться, весело провести время, что-нибудь сделать. То есть, некое такое пинг-понг, да? То есть, игра. Теннисный мячик туда-сюда. Прыг-прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. То есть, попробуйте выявить его на реакцию. Попробуйте просто зайти к этому человеку, купите обычный теннисный мячик и бросьте ему, посмотрите, что произойдет. Увидите, как... Ну, у этих людей реально... Мне бунтари очень нравятся. Это следующий этаж у меня. Просто на тренинге человеку кидаешь ручку, как маленький котенок. Глаза загораются. То есть, солидный человек. Руководитель отдела продаж. Его всегда много. Он всегда самый шумный, да? То есть, вы бунтаря не сможете не заметить. У него все равно будет какой-то движ. Попробуйте ему что-нибудь кинуть. Ручку, мячик, еще что-то. Просто глаза загораются, как у кота. И энергия тут же поднимается, да? То есть, вы выходите на эффективную коммуникацию. Сознательный, преданный, наблюдательный. Когда мы говорим про упорные характеристики. Посмотрите, кто такие люди есть в вашем окружении. Упорных очень легко обознать. Во-первых, у них вертикальная морщинка есть на лице. Во-вторых, когда они что-то говорят, они шатаются по вертикали. То есть, в вертикальной плоскости. То есть, он постоянно надавливает своим мнением на человека. Попробуйте признать мнение этого человека. Просто признать. Не надо спорить. Если вы логично мыслящий, да? И у вас очень много фактов, доказательств. И вы пытаетесь сразу привнести доказательства в споре с упорным. Попробуйте хотя бы один-два раза не спорить с ними на фактах, да? А сначала признать мнение. Удовлетворите психологическую потребность. И вы увидите, что вы общаетесь с настоящим человеком, а не с маской. Потому что иначе, если вы будете аргументировать его возражения аргументами, он вас не услышит, да? То есть, потому что вы не признаете его мнение. Ну и деятелей. Деятели, на самом деле, тоже очень легко обознать. Они постоянно, вот в сообществе, они перемещаются между группками. Они налаживают контакты. У них постоянное действие. Они говорят глаголами. У них очень важен престиж, деньги, очень быстрый результат. Престижный автомобиль, дорогие часы, красивые женщины рядом. Ребят, вот это сразу, да? В вашем окружении находится деятель. Деятеля можно заинтересовать быстрыми результатами. Быстрыми результатами с минимальными затратами. Самое главное, вы можете набросать идею. Раз, два, покажите ему, где он получит результаты, в чем он будет выражаться. Также с деятелями нужно быть очень осторожными. С одной стороны, их не так много. С другой стороны, это высший пилотаж манипуляции. Деятели очень круто подстраиваются под всех. Деятели очень круто манипулируют. Причем это мастера манипуляции. Они это делают таким образом, что никто даже не догадается, если только не нарвется на какого-либо очередного деятеля. Много разговоров, связанных с тем, что как правильно коммуницировать, как распознать манипуляцию. Ребят, у деятелей это очень сложно. Он подстроится. У меня один из друзей был тоже деятелем. Я видел просто это гениально. То есть просто в одном месте встречается, он одновременно встречается с тремя девушками, и они в одном месте вдвоем встречаются. Он разруливает это таким образом, что виноваты девушки, что они встретились в его присутствии. То есть это был просто высший пилотаж. Я, если честно, сам смотрел и обалдевал, каким образом это происходит. Нужно понимать, что деятели это очень большие ресурсы. Именно с помощью деятелей можно получить быстрые, классные результаты. То есть и деятели позволяют сократить существенно время для получения цели. Почему я про это говорю? Ребят, ну, во-первых, если понравилось, вы можете оставить свои комментарии, лайкнуть данное видео. С пониманием моей структуры личности. Те результаты, которые я стараюсь достичь для своих детей, это из упорного. То есть вот вы слышали о проекте «Миллион за восемь». Большая идея. Я хочу своим детям заработать достаточно денег для того, чтобы они получили крутое образование. Я хочу, чтобы со мной участвовало большое количество людей, которым я как деятель сокращу время на управление, дам результат. Этот результат будет достаточно выдающимся, с одной стороны. С другой стороны, они потратят минимум времени, потому что я им перепродаю свою экспертизу и масштабируюсь. Смотрите, как работает эта история. До данного видео вы не знали, как выглядит моя структура личности. Как меняется моя реальность, когда я обладаю этими знаниями. То есть я создаю большой проект для большого количества людей, потому что у меня там много энергии упорного, хочу изменить. Но при этом деятель тоже здесь участвует. Да, я зарабатываю, честно, об этом всегда говорил. Если вы этого еще не слышали, ссылка под данным видео. Можете посмотреть, каким образом происходит управление, каким образом работает данный проект. Но ценности деятеля. Получить результат, потратить минимум времени, потратить минимум средств, чтобы это было эффективно в долгосрочном периоде. Чтобы было достаточно денег для того, чтобы что сделать? Правильно. Вложить деньги в интеллектуальный капитал моих собственных детей. И это к вопросу о богатстве семьи. Вот такое у нас получилось интересное видео, друзья. Здесь и богатство семьи, интеллектуальный капитал, и эффективная коммуникация. Но это именно та история, которая позволяет мне в текущий момент, в условиях неопределенности, чувствовать себя комфортно, классно, не переживать как за мои будущие доходы, так и за коммуникацию, которая становится более эффективной, я затрачиваю меньше времени. А что есть время? Время – деньги. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok